Привет, ребят! Это очередной выпуск по игре Clash Royale. И сегодня я вам хочу показать свою колоду, которую я для себя составил, которая более-менее мне приносит кубки. Я уже дошел до третьей арены, потихоньку подымаюсь к четвертой. Ну, естественно, те, кто уже прошли четвертую, пятую и уже выше арены, это видео вам будет никак не полезным и не интересным. Ну, а те, кто еще играют совсем недавно, как и я, и находятся еще на второй, третьей арене, и вы еще не пределились с армией своей, точнее, с колодой, то, надеюсь, я вам чем-то помогу. В общем, я отметил для себя вот такую вот колоду, такую вот армию. В процессе игры, когда я смотрел повторы, когда сносили меня, я так отметил для себя две интересные колоды. Суть одной из них заключалась в том, что вы берете максимальное количество танков, то есть гигантов, там, рыцаря, бомбера, пеку, я не знаю, валькирию, вот, и агрессивной атакой проносите любой из флангов. То есть, суть заключалась в том, чтобы агрессивно быстро пронести противника один из флангов. Ну, а вторую колоду вы видите у себя на экранах. Отличие ее от первой колоды то, что здесь вы уже берете количеством, а не качеством. То есть, суть ее заключается в том, что вам нужно вначале более-менее продефаться, а под конец уже выдавить максимальное количество своих войск, когда уже на последних 60 секундах удвоенный реген эликсира идет, просто задавить количеством войск противника базу. Для этого я взял хижину гоблинов и надгробия. Также с танков я взял гиганта и для защиты взял пушку. Ну, а для количества войск, естественно, будут у меня миньоны, мне выпала карта армия скелетов, гоблины и ведьмы. Ну, а теперь давайте посмотрим какие-то повторы, как эта армия справляется. Покажу я вам первый свой повтор. Подобрался такой от меня противник, третий левел. Вначале, как я и говорил, мы не спешим атаковать, сначала дефаем, состроим хижину гоблина надгробия, ну и постепенно, потихоньку его атакуем. Значит, я выпустил хижину гоблина с правой стороны, он выпустил гиганта и принца. Я его законтрил мухами и своим гигантом. Ну и так как он начал меня атаковать с левого фланга, я буду строить и дефать здание с этой стороны. В общем, потихоньку я дефаю, ставлю пушки. Коплю эликсир. Как немного подкопил эликсира, я уже выпускаю гиганта, следом выпускаю ведьму. Он выпустил град стрел. Ну, все равно меня не законтрил. Все. В конце я его просто задавил своим количеством армий. Давайте посмотрим второй повтор. Второй противник мне попался пятого левела и у него колода аналогична моей, также спам. В общем, вначале мы просто строили домики надгробия, дефалис никаких еще атак не проводили, он по такой же стратегии играл, как и я. Но у него были юниты на пару левелов выше моих, поэтому я что-то подумал, что у меня шансов даже нет. Вот, вначале он меня неплохо так щемил. Я пытался контрить своими юнитами, выпускал по возможности кого мог и в конце уже, когда оставалось 60 секунд, я поднакопил эликсира, выпустил гиганта, следом гоблинов и армию скелетов. Все, и тут я его просто задавил. Все, он не справился с моей армией, я взял с него одну звезду. Или одну корону, точнее. Вот, ну и последний повтор на сегодня. В общем, стратегия остается та же, армия та же. Вначале я не атакую, просто строю надгробия, хижины гоблинов, пушки, дефаю свой фланг. В то же время меня противник пытается тачить, пронести. И я своими юнитами его контрю. Вот, я выжидаю момента, выжидаю, когда у меня армия более-менее насобирается. Ну и под конец уже буду атаковать. Вот, я сейчас попробую выпустить гиганта и попробовать пронести его. У меня не получилось, он выпустил этого дракона и ведьму. Тем самым он меня законтрил. Вот, я в конце начинаю спамить просто домики, гоблины в армию скелетов. И уже в конце, когда начинается реген быстрый эликсир, я выпускаю гиганта. И следом за ним армию просто толпу скелетов, гоблинов и всех подряд. Все, и тем самым забираю с него одну корону и получаю победу. В общем, я не знаю, насколько эта тактика эффективна, насколько она правильная. Ну, она мне приносит все равно какие-то победы. Вот только одно у меня поражение. Все остальное видим, да, я поднимался по кубкам, сплошные победы были. Вот, и если также у вас, ребята, есть какие-то интересные колоды, может что-то посоветуете сменить, может какую-то свою колоду посоветуете, пишите в комментарии, пишите мне в ВК, потому что эта армия тоже легко контрится, допустим, башней бомберов, кратстрел, фаерболом, обычным бомбером. Вот, так что пишите мне, предлагайте какие-то, может, колоды, тактики. Ну, а на этом, ребята, все. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока!